Средневековье в 21 веке. Вы можете сказать, что такого не бывает, но это все существует. Рыцари в доспехах есть не только в европейских странах, но и у нас. У них такая же жизнь, как и у современных людей. Различие лишь в том, что рыцари привлекают средневековые битвы и состязания. Как в Молдове появляются рыцари? И правда ли, что молдавское рыцарство это не просто хобби, а образ жизни? Чем необычным и интересным вы занимаетесь в Молдове? Ваше хобби? Мое хобби это исторический средневековый бой. Историческая реконструкция. Это полноконтактные бои в средневековой амуниции. В данном случае у меня европейский рыцарь, скорее всего итальянский, потому что мне интересна тема именно Италии. Итальянский рыцарь конца 14-го, самого-самого начала 15-го века. Как вы к этому пришли? Вот основной фактор, который затянул вас? Началось с того, что мне просто стало интересно фехтование. И пришел я вообще увлекаясь фехтованием на лазерных мечах, саберфайтинге. Пришел к ребятам в зал, надо мной радостно посмеялись к тому, чем я занимаюсь. Я посмотрел, чем занимаются они. И позанимался так несколько лет до тех пор, пока не поучаствовал в турнире, не поехал на первый свой выездной турнир. И это меня зацепило. Я тут же стал делать себе доспех, собирать его по элементам сначала, затем переделывая старые элементы. Рыцарство в Молдове. С чего все началось и что оно представляет на данный момент сейчас? Когда-то в середине 90-х это все началось с того, что появились ролевые игры на территории Молдовы. Ребята играли в игры по Толкину, какие-то фэнтези. Затем стала развиваться боевая часть этой игры. Каждый хотел быть каким-то рыцарем, паладином. И потихоньку игры стали затрагивать исторические темы. Например, крестоносцы. Игры были по Штефану Челмаре и так далее. И поэтому с развитием этого движения появилось отдельное его ответвление, как непосредственно посвященную бою. В данном случае историческому бою. На данный момент у нас в движении около 50-60 человек. Это несколько клубов, которые объединены по интересам. Один клуб занимается, например, Англией, конкретно милицией Лондона, начало 15 века. Наш клуб, Меч Молдовы, у нас нет каких-то сложных временных ограничений. Просто сейчас у нас вышло к тому, что к Италии ближе склоняемся. Есть представитель, например, у нас в Молдове филиал клуба Шарухань из Украины, который занимается реконструкцией Золотой Орды. Что из себя представляет рыцарство вообще? Это ролевые игры, это чемпионаты, это поединки. Каждый занимается тем, что ему интересно. Для кого-то это просто хобби. Кто-то этим хобби занимается как ролевыми играми по всевозможным мирам. Это может быть фэнтези, это может быть далекое будущее, фантастические какие-то миры. Для кого-то это исключительно историческая реконструкция. То есть создавать какую-то материальную часть того, допустим, средневекового мира, о котором мы знаем, по каким-то музейным экспонатам, по изобразительным источникам. Это могут быть миниатюры, гравюры и так далее. И ему интересна просто сама идея воссоздания реконструкции, исторической реконструкции, материальной части того времени. То есть человек может исключительно заниматься тем, что он будет восстанавливать каллиграфию, скажем там, 14 века Италии. И он будет выводить каждую буковку, сверяясь с источниками того времени, какими-нибудь манускриптами и стараясь повторить это. Человек может быть заинтересован в том, что он будет исключительно изготавливать одежду. Он будет шить костюмы, делать обувь, какие-то аксессуары, очки, пояса и так далее. А кому-то может быть интересна исключительно военная составляющая. Но при этом не обязательно, что он должен воевать. Ему интересно делать, например, комплект какого-нибудь пехотинца. Допустим, гражданин Молдовы хочет купить или сделать себе рыцарский костюм для ролевых игр. Где это возможно сделать и где лично вы сами его делали? В первую очередь он может обратиться к местным мастерам, которые изготавливают очень красивую одежду, костюмы, средневековые доспехи. У нас есть ребята, которые делают отличную обувь, сумки, кошельки, перчатки, как обычные кожаные, так и латные. При этом многое человек может сделать сам. Если он изучит источники, уже есть статьи, написанные в интернете, например, о том, как можно изготовить многие элементы доспехов самому. При этом это будет стоить в разы дешевле. Это может себе позволить любой студент. Цена вашего костюма, если это не секрет? Нет, это не секрет. Если сейчас подбить, наверное, смету по каждому элементу того, что я заказывал, это где-то больше 2000 долларов, где-то 2-2,5 тысячи долларов. Это немного, это кажется, что сумма большая. На самом деле это собрано в течение 3-4 лет. Существуют ли чемпионаты по средневековым рыцарским боям? Если да, то как они происходят? Да, они существуют достаточно давно. То есть идея о том, чтобы возобновить какие-то древние традиции, появилась очень давно. И в 17-18-19 веке разные страны пытались, так как они себе это представляли, проводить рыцарские турниры. Сейчас оно получило, наверное, какое-то второе врождение, очень активное. И в мире проходит чемпионат мира, такой битва наций, где встречается, вот на последнем чемпионате мира в Праге встретилось 30 стран с разных уголков нашей планеты. Были сборные Россия, Белоруссия, Украина, Молдова. При этом были такие экзотики, как Австралия, Новая Зеландия. Ожидается, что когда-нибудь туда приедет все же еще и сборная Японии. Мы увидим встречу европейского рыцаря с японским самураем. Турнир проходит очень интересно. На нем есть несколько разных номинаций, в которых состязаются команды. В первую очередь он нацелен на групповые бои. Это бои 5 на 5 и бои 21 на 21, или так еще называется королевская номинация. В этом состязании победителем считается та команда, у которой большее количество бойцов осталось на ногах. А побежденным считается боец, который упал на ресталище или коснулся третьей точкой, то есть, например, коленом или упал на спину. Или у него повредился какой-то элемент доспеха, и он не может дальше продолжать бой. С него сорвали шлем, у него отвалились какие-то латные элементы. Или он получил травму, и он понимает, что он не может дальше продолжать бой. Помимо этого, есть номинация триатлон, когда два бойца соревнуются сразу в трех дисциплинах. Это полуторный меч, вот примерно такой, какой держу я сейчас. Они дерутся полторы минуты, бой проходит полторы минуты, и бойцы должны в течение этого времени нанести максимальное количество результативных ударов по своему противнику. Как относятся ваши близкие, родные, возможно, соседи к тому, что у вас рыцарский костюм, меч, и вы занимаетесь боями? Близкие и родные относятся очень хорошо, они меня поддерживают. Моя девушка занимается страдьбой с традиционного лука и исторической реконструкцией. Мои друзья в значительной степени либо занимаются чем-то подобным, либо относятся крайне положительно, потому что достаточно один раз поехать на какой-нибудь красивый фестиваль, и человеку это нравится, он загорается, и тоже хочет сделать себе какой-нибудь средневековый костюм и ездить по турнирам и фестивалям. Я очень хочу высказать такую благодарность своим соседям за то, что они терпят те самые моменты, когда я чищу свои доспехи перед следующим турниром или фестивалем. Вы сказали, что в Молдове есть несколько рыцарских клубов. Как вы собираетесь в Молдове конкретно, или в Кишиневе, или в другом городе, и что для себя представляет ваша встреча? В чем вы одеты, чем вы занимаетесь, чем вы питаетесь? Разные клубы проводят всевозможные мероприятия. У нас есть возможность встречаться на местных каких-то маневрах, которые могут быть посвящены как фэнтези какой-то теме, а могут быть и исторической. Когда, например, будет строиться лагерь, будут каждой команде и клубу выдаваться какое-то задание, они должны его выполнить. При этом это все проходит в доспехах, на оружии. Иногда используется железное оружие, стальное, иногда используется деревянное, то есть в зависимости от общей подготовки материальной части участников. Также у нас проводятся какие-то внутренние мероприятия. Например, проходит турнир для молодых бойцов. Среди царства в Молдове с каждым годом оно развивается, либо это все-таки стоит на месте? Вот как бы ваше мнение? Человек, который знает, не понаслышке. Мы считаем, что оно развивается. За последние два года сборная Молдовы поехала на чемпионат мира. Надеемся, что в следующем году наша сборная будет еще больше, в два, в три раза больше. К нам пришло много молодых людей. У нас занимается девушка очень активно. И мы надеемся, что в следующем году от сборной Молдовы поедет девушка-рыцарь. В Молдове есть много уникальных людей, которые с радостью занимаются тем, что им нравится. Рыцари, лучники, дворяне и принцы – это еще не весь список людей, которые живут другими эпохами. Надевая доспехи, человек перевоплощается не только в рыцаря, он прежде всего знакомится с культурой и обычаями того времени. И рыцарство – это прежде всего битвы, соревнования и пышные ярмарки. Не бойтесь привносить в свою жизнь разнообразие, ведь переодевшись в рыцаря один раз, вам это может понравиться на всю жизнь.